Добро пожаловать в ненуждающиеся в приглашениях зло! Битва за стальную кузню. Армия беспощадного зла под руководством Талии добралась до гном его города Стальная Кузня и готовилась брать его штурмом. За крепостными стенами король Гримли планировал оборону. Но планируй, не планируй, а мы ведь все равно пороем. Так, княженки, собрались! Сюда вот-вот нагрянут темные скоты во главе со своей остроухой дрянью. Да только Стальная Кузня-крепость, какой они еще не видали! В общем, становитесь по местам и помните, что эльфийка моя! Я из ее ушей себе тапочки сделаю! Слышите, Рокот? Темные силы! Это я правой косичкой чувствую! Отправляйте лазутчиков и готовьте молот смерти! Звучит... Мы долго ждали, но теперь до Великой Битвы осталось всего ничего. Воины Талии выбрали кратчайший путь от пепельной трясины и, преисполненные злости и решимости победить, готовились к последнему противостоянию. Не надо обобщать, ладно? Я еще не оставила надежду убедить себя вернуться к силам добра. Так и быть. Талия отчасти была преисполнена злости и решимости победить в последнем противостоянии. Другая ее часть хотела создавать рабочие группы и ухаживать за бонсаями. Ой, у меня бывает. Не обращайте внимания. Скоро я раздавлю этого чертова гнома. Не будет больше трепаться об эльфах. А из бороды свитер свежу. Что за мода пошла пускать части тела противникам на одежду? Да-да-да. Ужаса негигиенично. Ух, пробил час. Талия принялась собирать огромную армию во имя непредсказуемого зла. Согласен, что за привычка странная вообще? Так, мне тут подсказали по поводу ловушек, что кажется, просто я не тот аппарат поставил, и поэтому у меня не получалось в прошлый раз ловушки делать. Сейчас мы, наверное, попробуем эти ловушки-хренушки-то все сделать. Но только поначалу нам надо сразу все выстроить. Естественно, наша задача с вами уничтожить все на поверхности. Но для того, чтобы нам все уничтожить, нам нужно вначале построить все внизу, как вы понимаете. А это очень даже не быстро. Так, давайте сразу же. Я так понимаю, что они у нас все равно, ребята, отдельные. Есть и не просят. Правильно? Ничего им не надо. А это значит то, что мы с вами можем смело вот это все подминать. Забираем. 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 Строим, строим, забираем. Мне нужно золото, мне нужны проходы и мне нужны люди. О! Это гном? Он тут не один, смотри-ка, это двое. Так, талия. Схвати тебя за талию. Иди-ка сюда, дорогая моя. За абсолютное зло. За абсолютно-абсолютное. Я даже так сказала. Уничтожь тут все. Интересно, она сможет уничтожить? Ну, у него вообще мощный удар. Бай-бай, бэй. Да. Легко, по-моему. Разнесешь там все. У-у-у, тут золотище. Но мы пока туда лезть, наверное, не будем. Просто потому, что, вы сами знаете, где много золота, значит, там будет враг. Какой-нибудь дикий враг сидеть. Так, давайте еще вот так вот сделаем сразу же. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Это что такое? Я тут не могу так построить? Тогда тут не надо. Я-то думал. Ну, давайте тогда так вот, что ли. Так, подожди, подожди, подожди. Не-не-не, давай вот так вот, наверное. Нормально будет. Начинайте расстраивать. Начинайте меня расстраивать. С первой секунды уже меня расстраивать. Сейчас мы здесь поставим индюшечек. Вкусненьких. Аж слюнки потекли. Вот. Поставим еще что-нибудь. Найдем, что поставить. У нас, в принципе, есть... Нам нужно построить наших воинов. Ну, это, наверное, где-то будет здесь, в этой области. Недалеко от индюшечек. Можем так вот даже выводить. А-а-а-а-а. Побежали. Ахламоны. Поешь, пороже. По жопке, по жопке. Так. Смотрим, что мы можем. У нас появилась нежить. Мы можем строить с вами что-нибудь с нежитью. У нас есть... До сих пор есть заклинание. Ничего еще пока не изучено. И нам надо строить орков. Но я не знаю, кого строить лучше. Нежить или демонов. Демоны тоже сильные. Но вот орки, мне кажется, они самые клевые в плане сдерживания. Давайте сразу же организуем. Ну, и, конечно... А-а-а, тут сотка нужна. Ну, ладно, орки будут уже хорошо. Здесь еще. Тыщенка. Да давайте всех купим. Эти уже куплены. Все куплено. Продались. Так, и 250 здесь, да? О-о-о, тут манна. Отлично. Так, нам надо с вами здесь построить... Наверное, здесь у нас будет лежанка наша. Для орков. А петушков что я не... Как и так? У индюшечек нету? Индюшечек, моих дорогих маленьких. Я думал, что они у нас куплены. А оказывается, нет. Индюшечки. Вот поэтому у меня недоступно. Шпанг. Естественно, шпанг, шпанг. Все. Индюшечки, мои дорогие. Индюшечки. Вкуснюшечки, я бы даже их назвал. Хоп. Вкуснюшечек. Эй, остроухая, слушай сюда. Я для тебя и твоих исчадь ада приготовил сюрприз. Такой, что прям закачаешься. Ну, ребятишки, запускайте молот смерти. Богиню мою за ногу? Что это? По приказу Гримли, был создан огроменный молот. Молот смерти. Он вызывал возмущение не только в силе, но и в земле. Проще говоря, вызывал страшные землетрясения. Подземелье заметно страдало от таких ударов. Пара-тройка, и черное сердце бы не выдержало. Ага. Девять минут. Как вам такое, злобные гады? Я еще злобный? Так, а сейчас нам надо быстренько оттянуть эту фигню назад. Но оно того стоило. Наслаждайтесь образины. Представление специально для вас. Псих конченый. В своей подружески оскорбительной манере Гримли известил талию и озадаченое зло, что отступать не было смысла. Огромный молот нужно было уничтожить. Вообще озадаченое. Здесь нельзя. Эту штуку надо уничтожить. Я быстренько ее проанализировала и обнаружила страшную уязвимость. Попытаемся забросить что-нибудь в вентиляционную шахту двухметровой ширины, чтобы взорвать реактор? Что за бред? Она же у нас под носом стоит. Разнесем ее на куски и все дела. А, и почему я ожидал изощренных многоходовок от кровожадных и не вполне разумных темных существ? Ну, что поделать. Такие вот они. Не соображающие темные существа. Что поделать. Так, мне нужно... Я хотел ловушечную поставить. Наверняка на нас все равно будут нападать. А чтобы поставить, как видите, нам нужна везде энергия. И все, чтобы изучить, нам везде нужна энергия. И это все, что для того, чтобы нам построить, нужна энергия. Так, кто это? Банши. Боец ближнего боя, который может наносить урон по площади. Окей, вот это прям вообще хорошо. Так, строим быстро. Быстро строим скелетосов. Так. Тут индюшечки у нас кричат, я слышу. Давайте построим их прям вот тут, что ли. Такую же площадку, наверное, я организую. Ну, где-то вот так вот, да? Наверное, многовато я беру. Ну, как бы для... Ну, не будет столько, наверное, у меня этих скелетов-то. Так, дальше. Заполнение. Заполнение. До этого я так не делал, но хочу попробовать. Вот раз сделать все очень-очень качественно. В плане сделать двери, поставить, чтобы там все улучшить, там и все дела. Посмотрим, что из этого выйдет. Так. Конечно же, Банши. Банши, я помню, были вообще имбисимо. Мы тогда ими бились, они были очень крутые. Бедное зло возвело себе кладбище. Теперь оно могло обеспечить бесперебойные поставки нежити. Система была очень практичной. Отдавших концы героев размещали здесь, а затем превращали в безмозглых зомби. В качестве альтернативы здесь можно было вербовать Банши. Вот-вот, Банша нам как раз и нужна. Так, это... На какую там буковку-то? На N. На N. Банша нам и нужна. Раз, Банша. Берем себе пару наших прекрасных. Берем еще одну Баншу. Так, у нас есть с вами два орка, две Банши. Ну, пожалуй, хватит, наверное. Можем, конечно, еще демонов сделать. Ну, не можем, конечно, а сделаем. Демоны нам нужны. Вот с индюшками, конечно, я, наверное, мало-мало индюшек, мне так кажется. Что-то, мне кажется, индюшек маловато. Но пока вроде армия не сильно большая. Можно, наверное, и не запариваться. Пык-пык. Ага. Все понятно. Тут, значит, у нас стеночка. Так, ну, все. Вот мы вроде построили небольшую пачку. Давайте их собирать и пошли, короче, наверх. Потому что нам с вами надо наверх. Мы без дополнительной энергии, мы ничего не сделаем. Нам нужна дополнительная энергия. Все. Вау! Как мы вас застали врасплох. А вы такие, типа, к нам в гости собрались. Я слушаю. Ну-ка, давай поори на них, ванша. Ари-ари. Так, все сюда. Вы у меня будете команда номер один. И идем вот добывать, конечно же. Добывать, добывать. Добывать, промывать. Нам сюда. Мы без вот этой вот, как она там называется. Я не помню, короче. Пакость, злость, ненависть. Я не помню. Так, а ну-ка, ну-ка, вот эту, вот эту угасите. А баньши-то худенькие. А, это орк. Это орк, орк. Орка почти убили одного. Пора платить жалование. Он сейчас умрет у него. А вы ему жалование заплатили. За что? За что вы бесполезно умер. Уничтожить. Давайте вот в одного вливаться. Вот в этого, например. Берем этого. Так, мы потеряли одного орка и одну баншу, да, получается. Мы же по две создали, или три банши я создавал. Отлично, собираем. Давайте вернемся теперь. Банша восстанавливается. Ну, орки, естественно, нет. Так, что еще? У нас теперь есть, есть что построить. Давайте построим. Мне нужна нага. А раз у нас нифига не может восстанавливаться наши бойцы, мне нужно... Ммм, 75. Давай быстрее. Сколько там будет накапливаться? 81. Коварство, коварство это называется. Коварство. В принципе, магия-то тоже неплохая. Только нужно вот этот вот арканум добыть где-то еще. Поставить его, точнее всего, на исходник там, где манна добывается. А может, он теперь просто создается, ну, то есть, из ничего, можно сказать. Арканум. Я не вижу, кстати, улучшения построек. То есть, нужна какая-то специальная... То ли лаборатория, то ли что. Какая-то специальная, чтобы можно было улучшать наши с вами постройки. То есть, например, можно было улучшить сокровищность, чтобы она бы вмещала больше денег. Что-то еще можно было бы улучшить. Я такого не вижу. Где это все? Хотя мне в обучении сразу это показали. Странно. Так, деньги есть. Тут мы вернулись, да? Кому там надо было похилиться, пускай хилятся. Сбрось меня на врагов! Я тебя сброшу тут. Тут постой. Наши пошли там лечиться? Да, пошел лечиться, хорошо. Так, дальше что? Так, мне нужна, значит, нага. Одна нага. Лучше даже, наверное, две. Вау. А, фу, это наши прибежали. Я думал, что ты такое? Кто-то ко мне прислал каких-то маленьких страшных лилипутов. А вот нет. Так, одна ходит, вторая. Большая. Давайте, наверное, еще может создадим одну нагу и одного орка. Будет две наги, два орка. Даже, наверное, три лучше орка. И две бандши. Вот это будет нормальная армия. Теперь, короче, мне надо построить по-любому. Надеюсь, сейчас мне уже накопилось. Да, мы построим сейчас с вами вот это место. Это что? Тоже сотку стоит. Давай, пещера мастеров. Это что сколько стоит? Пятьдесят. Короче, это будем накапливать. А что будем пещеру мастеров мастерить? Давайте тут, что ли. Хватит, надеюсь, мне места. Погнали. Построим пещеру мастеров. Поставим двери там. Ну и все такое, короче. Мне объяснили. Мне сказали, что я машину просто не поставил. Я надеюсь, что мне хватит, кстати, места. Ну а коли нет, сделаем здесь демонов. В принципе, почему бы и нет. Демоны тоже нужны нам. Они отлично бьют издалека. У них просто мощнейшая атака. Кстати, странно. Почему у меня... Тут вроде есть возможность построить, да? Демонов. А тут вот нет как бы типа возможности. Так, давайте попробуем. По крайней мере... Ой, не туда я зашел. Вот сюда надо. Пещера мастеров. Типа на караульные надо ставить ловушки. Типа караульную выставляешь, ставишь ловушки. А для того... В подземелье ворвались враги. А для того, чтобы типа ее создать... Нужен был какой-то аппарат. Расчехляем молот смерти. Опять? Девять минут же. Или что, уже прошло девять минут? Ребятки! Наших бьют! Отнеси меня к врагам! Талия мочи! Убей этих всех неверных! Ори на них! Кричи, как на мужа орала в свое время. Так, одного убили. Так, но молот, в принципе, успокаивается со временем. За десять минут, я не знаю, по-моему, сердце вполне восстанавливается. Может, конечно, с каждым разом у него все страшнее-страшнее атака? Я просто не знаю. Так, давайте посмотрим. Мне сказали, что... Тысяча машин... Так, машинариум мастера. Барабан. Так, вроде только одна машина. Пещера мастеров. Альманах. Вроде бы же только одна машина. То есть, я-то думал, что я здесь должен поставить машинку. А как я ее поставлю, если мне надо восемь коробок. А восемь коробок-то где мне их достать? Так, значит, что-то надо еще строить, помимо этого всего. Помимо этого, надо строить что-то еще. Но что? Может, вот это? Мастерская, наверное, да? Вот это и надо было строить. Ну, точно. Стройкомат же надо было ставить. Все. Я все понял. А, это... Слишком маленькая? Или зона нужна своя? М-м-м, тут своя зона нужна. Понял. Так, давайте еще тогда вот это растут деньги. Вот это вот все заберем. Так. Сейчас мы тут все настроим качественно. А потом, конечно же, пойдем. Так, а это что? Это же пустая зона. Почему не мог здесь строить? Это же вроде пустая зона. Ну, ладно. Давайте тогда так сделаем. Ой, не тут. Застроим. Давайте, ребятки, копайте. Не, мне нравится тут базы делать. Тут прикольно. Воевать тут не так интересно. Ну, признаюсь честно. Как строить базы? Базы крутые. Чувствуешь себя настоящим злодеем. Так, ну да. И стройкомат нужно, стройкомат. Ну, наверное, два мне пока не надо. Поставим пока один. Я надеюсь, что мне два не надо. Вот с курами могут быть проблемы. Народу много. Кур-15. И кур может не хватать. Кладбище, кладбище. Подземелье ворвались враги. Вообще, как ворвались, так и оторвутся. А мы с вами здесь сделаем клевый лабиринтик. Вот такой вот вихляющий, красивый. Он будет здесь наполнен ловушками, смертельными. Кровавыми. Опасными. На черное сердце напали. Фига, сколько у меня народу. Подожди-ка, а может быть... Они сказали же, типа, врагов делают из мертвых, да? Типа того... Точнее, из мертвых врагов делают мне нежить. Может, у меня сейчас сразу еще и нежить есть? И я его показала! Прекрати это делать! Ты же девушка, тебе нельзя все показывать сразу. Должна приберечь, как говорится, тайну эту. Вот это кто? Это скелеты же? Ну да, это нежить же? На кладбище. Я даже их не заказывал, они тут. Смотрите, у меня вроде как бы восстанавливается все мое сердце, так что... Пока, может быть, и париться-то не стоит. Так, три коробки уже создали. Посмотрим, что мы еще можем. Это заберем... Все, да, мы здесь все выучили. Давайте учить магию. Это исследование недоступно. Почему? А, демоны не построены. Я-то думал... Не, ну как бы я вижу, что их нет, да, в списке, как бы. Но я думал, что... Может, как-то по-другому все работает. Так, надо заклинания тоже, кстати, изучать. В принципе, попроще сейчас сделана система вся этой изучения. Немного ходовочная такая, она попроще. Но тоже интересно. Так, тут, значит, у нас добываются коробки. Уже четыре коробки есть. Я так понимаю, что в мастерской работают... Разные создания. Сопляки создают... Ну, понятно, сопляки создают. Пора платить жалование. Так, сколько курочек? Курочек 20. Нормально. Пока живем, у нас денег много. Курочек много. Всего много. Мы прям счастливыми людьми. Все чувствуем. У меня такое чувство, что меня что-то захватили. Или нет? Нет пока еще. А это кто? А это книга. Так, эпический бонус критического удара. Я хочу такой. Эпический бонус. Я хочу, он же эпический. Все эпическое нам по душе. Ну, в принципе, так более-менее что-то там. Мы так вроде готовы. Конечно, делать тут так, наверное, долго. Я не планирую. Вперед. Я даже не знаю, какие толстали будет. Толстали будет система ловушек. Но слишком ли она жирная, неизвестно. Где там ловушки? Камни вот эти катающиеся. На сколько клеток она? Если на одну клетку, ну еще более-менее. Мне, кстати, сказали, что вроде как бы здесь. Давай вот сюда, сюда. Давайте, наверное, на две поставим. Так. А здесь застроим. Враги! В подземелье ворвались враги. Бегите, мои маленькие, бегите. Смерть всему доброму и светлому! Счастье узнаешь. Познай боль! Отлетела твоя тушка, мертвая. Отлетела твоя тушка, мертвая свинушка. Уи, 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 уи. Простите, увлекся. Голубцы! Поешьте, голубцы! Так, давай, короче, будем строить. Пришло время строить. Что там у меня? А, мне же нужно специально для лову... Ловушечная система. А для того, чтобы ловушечную поставить, надо здесь поставить аппарат. Так, давайте аппаратом. Он же меня вот тут встанет. Нормально все? Да, все нормально. Пенч. Будут мне тапочки из ушей этой темной эльфиики. Нет. Не будут тебе тапочки. О, началось, да, опять? Опять бы дышь, дышь молотом. Что-то вроде пробомбила. Я даже током не почувствовал. Ладно. Уходите отсюда, вы, дорогие мои. Начинаем строить. Наверное. Нам ловушки нужны. Давайте начали с дверьми в натуре начнем. С дверей. Хотели же двери. Для курочек, например. Мне производительность курочек важна. Да нет же. Сюда. А что такое? Типа не хватает ресурса. Ну, блин. Ну, вы так это впрок, типа того, со временем поставить. Видите, сопляков так-то выгодно ставить много. Вот это вот они молодцы. Молодцы. Я хвалю прям разработчики. Просто молодцы. Считай, бах. Еще сопляка. И то есть, и не надо вам теперь бояться, как бы, да, то, что вам будет не хватать ресурса или будет не хватать чего-то, да. Сопляки самим по себе живут и прекрасно существуют. Настроили много. Они бегают, он все строит. Это прекрасно. Так, золотюшку мы потом подоберем, когда у нас денег будет не хватать. Нам бы еще вот этот вот, наверное, алтарь поставить, да? Манны. Манны. Эх, манны, манны, манны. Вот сюда, например, увезти и здесь поставить. И будет вообще все круто. Тут двери, тут двери. Не знаю, сокровищную, что есть смысл двери ставить? Наверное, нет. Ну и, конечно же, ловушки, которые я еще пока строить даже не могу. Мне бы очень хотелось. Так, 750. Давайте еще возьмем парочку. Возможности для наших воинов. Будем мы еще усиливать, наверное. Начнем с талии. Она самая дешевая. Дешевая женщина, как говорится. Так, вот тут манна. Вот так мы вот тут и сделаем его. Поставим. О, сохранение. Поставим здесь алтарь. Мне ж, надеюсь, не надо будет, да, там, типа... Обязалово какой-то источник. Типа того. Мы сами можем производить, ведь так. Так, у меня вроде уже теперь... И есть кое-что, да? Для того, чтобы построить оставшуюся дверь. 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 Хе-хе-хе-хе. Все в дверях. Ну, прям как истинные дверные магнаты. У нас все есть. Да, если, конечно, еще второй в страйкомат было здесь, наверное, влепить. Мы можем, в принципе, сюда вот уйти. А, сюда уже не можем. Хотя на раз можем. И нам вполне возможно второй страйкомат-то сюда как раз влезет. На раз можем. Ну, я думаю, со временем это мне будет не надо. Хотя, фиг его знает, да? Пока мы, конечно, будем сейчас ловушки все эти строить. Это же столько времени. Это нам надо, значит, сюда пойти, здесь что-то захватить. Сюда зайти, захватить. И пойти рожу здесь набить. Хотя бы один аппарат снести. А потом уже можно только идти сносить второй. Вот такой план. К нам враги. В твоем подземелье враги. Враги, враги. Ноги. Ага, только портал. Ну, ладно. Вурдалаки первыми умирают вообще. С одной стороны, это даже хорошо. Что они первыми умирают. Что не умирают. У меня мои первыми, например, мои какие-то там суперкрутые войны. Давайте, кстати, их посмотрим. Так, у меня демоны уже есть. Можно, кстати, парочку демонов создать. Давайте создадим парочку демонов. И это будет хорошо. Так, и посмотрим. Так, две баньши. Раз, два, три. Орка, три, две эти и две. Ну, прям вообще идеальная пачка. Еще какие-то типы, короче, типа того. Вот эти вот многоголовые зомби. Зомби. Кто там так долго мне строит двери? Зомби на кладбище топают, смотрите. И в могилы сразу, да? Шпык. Шпык, шпык. Все, мы попрятались. Ха-ха-ха-ха-ха. Классно. Так, ну и здесь, конечно же, нам нужно будет построить сейчас с вами кристаллиум. Восемь коробок, да ну. Офигеть, кристаллиум восемь коробок требует. Я не знаю, кого называю. Давайте все-таки тогда придется строить. Расширяться. Быстрее. Быстрее. По жопе дай. Дай по жопе. Смотри-ка, умные. Да? Понимают, что проход будет закрыт, и как бы они не начинают строить, например, этого участка, а строят правильно. По очереди. Погнали. Не подрассчитал малость я, но да ничего страшного. С самого начала не подрассчитал, но сейчас построим машину и будет норм. Все, две. Я думаю, мне вполне хватит двух. Чтобы коробок у нас было прилично. Потом мы одну снесем, но стучок, когда нам будет, уже не надо. И будет все вообще хорошо. Мне интересно, что мы с магией. С магией-то что у вас? А с магией у нас это исследование недоступно, потому что вот эта магия еще не куплена. Магия! Магия-магия. Так, давайте демонаф улучшим, наверное. Нет? А, нет? А, нет? Ну, как бы никого не улучшим, значит. Восемь коробок есть, все, строим. И куда я должен здесь поставить? Кристаллиум ваш. А, вон он как. Кристаллиум! Все, манна будет. Двери построены, отчасти. Тут дверь есть. Дверь, дверь. Ну, давай, ладно, уж раз пошла такая пьянка, поставим везде двери. Сделаем просто дверное королевство себе. Королевство из двери! Ну, прекрасно. В принципе, все, ну, прям вообще красота. Смотрите, какая красота. Ну, красота же, ну. Разве нет все красиво, все чинно, благородно? Тут индюшки кукарекают, там те веселятся. Тут эти жалования, понимаешь, что у них есть. Живут на пособии. Пришло время ловушек. О, книга! Что там за книга? Обычный бонус брони. Обычный бонус брони. А орк какой-нибудь у нас сейчас подберет обычный бонус брони. Орк! Ты их где? Не, ну тут их дофига же ходят везде. Где орк? Вот ты. Ты будешь особенный. Тебе особые бонусы. Как они смелее? Да как вы? Так. Всех уничтожить, всех сжечь, всех убить. А тела? Ну что-нибудь с телами сделайте. Что вы тут любите делать? Тапочки. Что-нибудь еще. Демонов укатали, что ли? Демонов укатали. Мне показалось. Да, демонов укатали. Ты посмотри. Ор, эти выжили, а демона нет. Бывает и такое. Так, все, короче. У нас с вами прям полное строительство, полного всего идет. Это очень хорошо. Денег нет. Устроим злу кровавую баню. Собираем здесь деньги. Собираем здесь деньги. Что мне еще надо построить? Да вроде больше ничего. Вот это место мне больше не нужно. Но хотя можно использовать как сокровищницу. Но я все равно сейчас буду ее, сокровищницу буду сейчас здесь использовать. Тихо. Не перегибаем палочку. Так, прекратили дубасить, да? Каждые 9-10 минут, да? Уничтожьте молот. Смерти. Убейте грима. Смотрите-ка, в этот раз надо будет его убить прям. Не просто так. Это, а, демоны. Смотрите-ка, демон нужен для того, чтобы добывать манну. Манну. А заклинания у меня все открыты. Оно всего 2, в принципе, как в прошлый раз было. Ну, я готов. В принципе, я готов к вылазке. Не прошло и полгода, да, грубо говоря. Но мы уже готовы. Смотрите, будем сейчас сделать ловушки. По-быстрому сейчас сделаю парочку. Опять. А, да, мне же надо это. Я забыл. Мне сказали, что мне надо вначале построить караулку, что ли. И тогда, типа, на ней я могу делать ловушки. И вроде как бы здесь нет такой темы, как инженер, который ходит и разбирает тебе ловушки. Что уже очень хорошо. Так, проверим это на деле. Что там, Т же, да? Но я даже выбрать не могу их. То есть, я бы с радостью, но я не могу выбрать. А, да у меня нет. Ребята, вы меня обманули. Почему не могу? Так, подожди. Давайте разберемся, как мне надо поставить так камень, чтобы он у меня катался. Он должен по кругу, да, быть? Походу. Больше надо пространства для него. Так, тогда мы это все разбираем. Карауку эту. Деньги оставляем. Сейчас посмотрим, как мне надо так сделать. Мне нужен камень. Ну, давайте. Что там получается? 4 на 4 же, да, она хочет? Ну, то есть, 3 на 3, точнее все. Погнали. Просто разберемся, потому что я говорю, я не понимаю, как это все работает. Уоу. Подземелье ворвались враги. Аталия там почти всех, кстати, укатала. Там, а нет, а нет, они просто... Один в другом стояли, походу. Хе-хе, таки пошли деньги пособирали, которые валялись на полу. Нормально. Так, смотрим. Я смотрю, что ловушки, вот эти-то, я могу строить, они светились. А вот эти, походу, нет. То ли на них, потому что больше коробок надо было, и у меня просто их тупо не было. А заблаговременно, грубо говоря, поставить я их не могу. То есть, мне надо, чтобы у меня был ресурс, тогда я могу выделить. Я хочу здесь поставить камень, чтобы он катился, сбивал вот их. Они будут сюда идти. Здесь на стенах будут стоять дротики, они будут их долбить. Мы выведем еще сюда. Вот такой круг тоже здесь они нарежем. Здесь тоже куча ловушек. И они, может быть, будут убиваться к тому моменту, пока будут до нас доходить. Я на это очень сильно рассчитываю. Так, и вот это весь мой план. Так, ладно, давайте покороче, мы охватаем наших бойцов. Да тихо-тихо, ладно. Чего я там еще и не трогал у тебя, как говорится, своими-то руками. Так, полная армия. Готовая нести смерть. Тихо, тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет, ты что? Давайте посмотрим. Я могу усилить орков, могу усилить... Давайте банши усилим. И демонов. И талию. На орков пока не хватает. Но я думаю, сейчас мы захватим. И у нас тогда будет на все хватать. Так, тихо-тихо-тихо, подожди, подожди, подожди. Там же книжка была. Критический удар. Может быть, на баншу повесить? Где книжка? Вот она. Может, на баншу? Может, не на нее? Нет, давайте на нее. У него очень мощные атаки. Если они будут еще и критовать, это будет вообще нормально. Так, 250 еще нет. Там нас ждут уже. А ждали ли вы такое, а? Бэнч! Бэнч-бэнч! Колдунство! Колдунство, колдунство. Крик, ненависть, колдунство. Все смешалось потом. О мире ужасы и кошмары. Так, мы можем, конечно, сюда пойти и разломать там все чертям. Наверное, так и стоит сделать. Нападай! Нападай и нападай! Так, сносим сразу палатку. Палаточный лагерь ваш мне совершенно не нужен. Вы сейчас начнете, пока я вас буду бить, вы начнете меня тут сносить. Так, давай. Ну все, ему конец! Один палаточный разобрали. Меня сильно покоцали орка. Одного димона убили. Но димоны слабые, к сожалению. У них очень мало хп. Дочь моя, еще не поздно вернуться на путь истинный. Подумайся! Не гунди мне! Мы обойдемся без жертв. Хотя, конечно, этих темных гадин все равно нужно убить. А вы с Гримли будете жить. Его упрямству позавидовали бы даже Камивы и Жоры, которые мне все время названивают. Уже кажется, что нам стоит пересмотреть решение. Сейчас по расписанию геноцид гномов! Вот так вот. А расписание надо придерживаться. Для того оно и есть. Все правильно. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла к концу очередная серия по игре Dungeons 3. Мы, по-моему, славно расстроились. База у нас просто запупенная. Я думаю, с такой базой ни один враг к нам даже на милю не подойдет. А если подойдет, то очень сильно пожалеет. Ну а как получится у нас продвигаться вперед и атаковать врагов, вы увидите в следующей серии. А сейчас не забывайте поставить лайк, прокомментировать видео, поделиться с друзьями. А также добавляйте плейлисты и вступайте на шурупы ВКонтакте. Ну и подписываться, конечно же, не забывайте. И жмакте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко люблю. Крепко целую. Крепко обнимаю. Крепко. Крепко. Аж говорю даже вот так вот. Настолько это крепко. Всем пока.